Продолжение следует... Открывать что-то, наоборот показывать, как это есть. Многие еще живут старыми пережитками. И когда начали видеть то, что у нас есть наши казармы, что есть горячая вода, душ, стиральные машины, для многих это было чем-то таким далеким, и они не верили в это. И когда мы больше показываем открытые мероприятия, которые мы проводим, и дни открытых дверей, и музей наши, те же присяги, походы, как кормят солдат. И люди с большим интересом поворачиваются лицом к армии и идут с желанием служить. С огромным интересом приходят в бригаду и школьники. Больше года на базе соединения функционирует детский военно-патриотический клуб «Гарнизон». Раз в неделю подростки изучают азы военного дела, выезжают на экскурсии, посещают музеи. Ну формы и методы абсолютно разные, нет никакого-то стереотипа. Вот недавно ездили в военную академию на день открытых дверей, показываем технику, выражение. То есть каждый раз мы стараемся что-то делать новое, для того, чтобы детям было интересно. И чтобы они с удовольствием приходили и занимались в этот клуб. Соединение полковника Ратушного прочно удерживает лидирующие позиции в ракетных войсках и артиллерии. Офицеры бригады ежегодно занимают призовые места в состязаниях на лучшего специалиста и дивизион. Наше содержание основной посеведневной деятельности – это, конечно, боевая подготовка. И поэтому большую часть времени, конечно, мы проводим на полигонах, в учебных центрах. В основном это наш полигон, хотя в последнее время все чаще и чаще мы выполняем различные задачи на различных полигонах для получения опыта и развития. Уходить со службы домой необходимо с чистой совестью, чувством выполненного долга. Принцип, который прививает подчиненным и которому следует сам полковник Ратушный. В этом году артиллерийская бригада под его командованием отметила 80 лет со дня образования. К юбилею офицеры подготовились основательно. Благодаря активной работе в архивах удалось восстановить не один десяток страниц летописей соединения. Опираясь на достижения своих предшественников, артиллеристы продолжают писать новейшую историю белорусской армии. Сергей Чураков, Светлана Смык, Александр Питкевич, телекомпания ВНТВ. Специально для программы «Наше утро». Продолжение следует...